Привет! Пожалуй, мы сегодня распакуем самый необычный смартфон, ну, со времен первых раскладушек, что ли. Это трубка от компании BigMe с названием High Break и приставкой E-Ink. Я думаю, вы уже догадались, а те, кто подписан на мой телеграм-канал, недели две назад видели пост о том, что я заказал смартфон с E-Ink-экраном. И не просто с E-Ink-экраном, а цветным E-Ink-экраном. Ну, то есть, вот, колейда поколения, вот, кстати, есть обзор на OnyxBook с таким дисплеем. А теперь китайская компания решила совместить цветной E-Ink-экран и смартфон. То есть, это прям такой серьезный эксперимент. Короче, сегодня распакуемся, если есть вопросы, пиши в комменты, они помогут в подготовке полноценного ролика. Поставляется все в очень тонкой белой коробке, ну, по подходу похоже на что-то iPhone-подобное. Очевидно, что здесь не будет зарядки, но вот отдельно мне еще положили чехол фирменный с надписью Big Me. Он с таким вот приятным матовым напылением, ну, знаете, на Азоне такие по 300 рублей продают. Короче, давайте распаковываться, тем более на коробке ничего особенного не написано. Ну, кроме вот такой речевки в стиле Додзебао, наследуя классику, ломая границы. Ладно, посмотрим, что там за границы у нас будут. Кстати говоря, у этого смартфона есть еще версия. Точно такая же по железу, но в ней будет стоять не цветной E-Ink-экран. Ну, я, конечно, действительно для смартфона взял бы что-то цветное, но мало ли. Вообще, на самом деле, эти эксперименты с E-Ink-экранами в смартфонах начались довольно давно. Altfagy даже вспомнит миметичный ёптофон, который не пошел. Но там, правда, основной экран был обычный такой IPS. Короче, вот что мы видим в коробке. Сам смартфон. Гарантийный талон-инструкция. Ну, нам она особо не пригодится. Русского, естественно, нет. Но на английском тоже все понятно. А, ну, все понятно. Симтул. Симтул, кстати, какой-то необычный. Сам видите, нам сюда не положили ни зарядки, ни провода. То есть, в каком-то смысле, производитель даже айфоны перещеголял. Из коробки наклеена транспортировочная пленка. Если мы ее снимем... То есть, очевидно, мы прикрыты какой-то стекляшкой. Все-таки есть какая-то еще пленка на самом стекле. Либо это напыление. Но все-таки кажется мне, что это пленка матовая. По дизайну давайте сначала включимся. Кнопка. Слушайте, сколько тут кнопок. Вот что это, заполнительная кнопка? Ну, это, очевидно, кнопка включения. О, вот сейчас точно пошла какая-то анимация. Короче, по дизайну. Все из пластика. Сзади модная вот эта эко-кожа. А вот оформление камерного блока. Во-первых, тут одна камера. А во-вторых, оформление отсылает нас к смартфонам 4-летней давности. Но, в общем и целом, все сделано нормально. Естественно, он толстоват. Снизу Type-C. Ну и могли бы 3,5-мм аудиоджек добавить. Языки. Сейчас будет интересно, как все это выглядит. Естественно, все работает на Android. Интересно только, какая версия этого Android. И, конечно же, здесь будет что-то переписано под этот самый инк экран. Я согласен. Да. Версия совершенно цветная. Сейчас мы не будем подключаться к Wi-Fi. Все это будем пропускать. Ну все. Собственно, мы активировались. Хоть это и цветной инк экран. Но вы помните мои впечатления в том же обзоре Onyx Books. Цвета здесь не такие, как мы привыкли видеть. Они совершенно другие. Они бумагоподобные, что ли. Максимально выкрутим яркость. Естественно, светодиоды здесь нам будут давать и лунный свет, и такой вот теплый. Ну, как, опять же, кому больше из нас нравится. Да, мы хоть и на русском языке, но тут, видимо, везде будет нам попадаться английский язык. Да, настройка экрана тут вообще совершенно другая. Не то, как мы видим на смартфонах. То есть, и есть такие вот предустановки. Они отвечают за частоту обновления, да, вот в кавычках экрана. Видео самое быстрое, скорее всего. Здесь мы можем еще и вручную частоту полного обновления настроить. Вот если на максимум ее выставить, то смартфон становится пошустрее. Но, если приглядеться, появляются такие вот небольшие артефакты. Но для ЕИНКа это совершенно нормально. Если зайти вглубь настройка, посмотреть вот эти все, что скрыто под капотом, производитель не пишет, какой процессор восьмиядерный, 2,3 ГГц. Ну, я рискну предположить, что здесь стоит МТК-процессор. ОЗУ 6 гигов, нормально. Емкость хранилища 128 гигабайт. Разрешение экрана 720 на 1440 пикселей. А вот версия андроида, ну вот сейчас из коробки, всего 11. Чем-то даже под этим ракурсом он не напоминает Sony Xperia. Ну, в общем, тут же камера есть. Как бы это ни звучало странно, ну вот смотрите, как видоискателя выглядит все. Это максимальная частота обновления. Ну, слушайте, довольно шустро. Ну, конечно, не как видоискатель современного смартфона, но выглядит довольно забавно. Производитель не раскрывает секреты вот этой камеры, но пишет, что у нее разрешение HD. В общем, я предполагаю, что это 8 мегапикселей. Давайте я сделаю вот буквально пару снимков, выведу вам на экран, и вы сможете оценить, насколько это все выглядит хорошо или нехорошо. На самом хайбрейке, если вот это все разглядывать, ну слушайте, довольно-довольно интересно это все. Ну, естественно, медленно, естественно, деталей, наверное, не хватает. Но забавно, очень забавно. И еще мы здесь можем писать видео. Если говорить о качестве этого видео, то максимальное качество Full HD, а FPS нам даже не дают выбрать. Вот такая версия в официальном магазине производителя, которую я купил, она мне обошлась что-то там в 33 тысячи рублей, но обещают акции. И будет это все стоить 29, что ли, тысячи рублей, плюс еще таможенную пошлину приплюсовывайте, где-то там 2000. Итого получаем 31 тысяча рублей. Если же посмотреть на версию нецветную, то, наверное, в тридцатку вы уложитесь. В общем, вот по первым впечатлениям, мой внутренний гик просто в восторге от такого смартфона. Ну, потому что это и электронная книга, полноценная, без каких-либо ухищрений. Это смартфон, и все это в одном флаконе. Можно, ну, вот в теории, во всяком случае, потому что экран здесь 5,84 дюйма, отказаться от электронной книги. Естественно, современные 7-дюймовки, они комфортнее по чтению. И отказаться от смартфона, если вы там не хотите играть. Кстати, об играх тоже обязательно расскажу в ролике, в большом обзоре. И вот ходить с такой штукой. Она не бросается в глаза, но вот если вам кто-то заглянет в метро через плечо, обязательно будет много внимания. Гораздо больше, чем к любому новому айфону или самсунгу. В общем, у меня все. Если остались вопросы, пиши в комменты, а я думаю, они у тебя будут. И помогут мне твои вопросы в создании полноценного обзора на этот BigMe High Break E-Ink. Лайк, подписка, все как обычно. Пока, пока.